Среди тех, кому пандемия помешала реализовать свои планы, оказалась немецкая марка MAN, или, если говорить правильно, MAN. В прошлом феврале немцы презентовали новое поколение магистральных грузовиков, но до России оно доехало только сейчас. Несмотря на полностью другой облик, который мановцы называют мордой льва, в новом поколении многое взято от прежнего. Это рамы, моторы, коробки и даже каркас кабины, хотя крыши, двери и интерьер были сделаны заново. Современные грузовики стали до нельзя комфортными. Например, чтобы водитель лишний раз не залезал в кабину, здесь появился вот такой блок кнопок, который позволяет управлять аварийной сигнализацией, останавливать или запускать двигатель, а еще две кнопки можно задать по своему усмотрению. Это и другие полезные новшества появились по просьбам самих перевозчиков. Мановцы гордятся, что за время разработки, длившейся целую пятилетку, были опрошены 700 водителей и 300 клиентов из 16 стран. Итогом стало внедрение 2000 новых компонентов. Притом, дабы доказать надежность каждого решения, тестовые образцы прошли 4 миллиона километров. Так что ресурс и безотказность должны остаться на прежнем уровне. Тем более, что силовая линия осталась по большому счету неизменной. Разве что хорошо знакомый перевозчикам турбодизель D20 объемом 10,5 литров прошлой весной сдал пост 9-литровому преемнику. Карабка передач роботизированная марки ZF. Она управляется правым подрулевым рычажком. Но при желании можно заказать старую добрую механику. Хотя таких заказов, по словам представителей марки, приходит меньше и меньше. Еще один каприз современного заказчика. Желание купить не просто грузовик, а целый комплекс, в который, помимо собственного автомобиля, также входит сервисный контракт, телематический комплекс и помощь на дороге. Именно поэтому MAN избегает оглашать базовую цену новинки. Дескать, для каждого клиента прайс-лист окажется индивидуальным. Но, как нам стало известно, двухосный тягач будет стоить около 8 миллионов рублей. И еще. Во время московской презентации MAN показал лишь флагманские сидельные тягачи TGX. Но на самом деле немцы одновременно обновили весь модельный ряд. То есть развозной TGM, самосвал TGS и компактную модель TGL. Ну а впереди новое поколение грузовиков MAN ждет большой пробег по всей стране. Это значит, что с новой техникой смогут познакомиться все перевозчики, которые в ней заинтересованы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok